Многолетнее противостояние правительственных сил Афганистана с Талибаном продолжается. Члены радикального движения занимают значительные территории, разворачивая наступление на крупные города страны. В то же время представитель группировки заявил о готовности продолжать переговоры с Кабулом при условии освобождения из тюрем 7 тысяч сторонников движения, исключения членов Талибана из черных списков, Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций, а также открытие их представительства в столице Катара. Я думаю, что да, они будут приняты, потому что афганское правительство сейчас находится в очень тяжелом положении. И уже были сделаны заявления несколько раз со стороны, наверное, высшего и шелона, принимающих решения в афганском правительстве, которые сказали, что... Ну, в принципе, дали понять, что они примут эти условия. Один из наиболее целесообразных путей разрешения продолжительного конфликта – разделение власти в стране пополам, что, к слову, уже было предложено афганским правительством. Однако, по мнению экспертов, этот вариант с большой долей вероятности будет неприемлем для членов радикальной группировки, на данный момент контролирующей более 80% территории Афганистана. Буквально вчера она предложила, что вот такую схему, которую она и раньше отставила, в какой-то мере, что вот давайте сейчас 50 на 50 поделим правительство. Ну, в принципе, талибам нужна полнота власти. Я думаю, что вот эти предложения афганского правительства и эти их надежды на то, что с ними кто-то будет делиться власть, это очень наивно. Напомним, что обострение между официальным правительством и радикальным движением началось сразу после решения Соединенных Штатов о выводе части американских вооруженных сил из Афганистана. Полный же вывод американских и натовских войск планируется завершить до 11 сентября текущего года. Фарид Адилов, CBC. Фарид Адилов, CBC.